так девчата 132 гривни килограмм смарт-стор глянем платье платье сейчас будут стоить очень дешево 132 гривни килограмм это на 42 поделите и узнаете сколько цена в евро и на 39 поделить и узнаете сколько цена в долларах вот такие вот платья черные но сейчас молодежь длинные тресно-разрез там есть нема нема разрезу так как мне нравится как тут пахнет свежим ремонтом единственное что сыровастенько дожди идут сыра немножко помещение на левитана светику платье красиво я недавно смотрела супермаму так там одна мама все время в красном было кто смотрел седьмой сезон идет тоже похожим платье было мамочка одна трошки такая трошки в мечтах кто да вы все остальные супермаму девчата рассказывать народу кстати куча о микки маус а в бритиши я видела микки маусные эти кеды классный микки маус правда чуть заношенный но если он дождется совсем скидки так по дому ходить если холодно сыра можно взять постирать убрать катыши комбинезон вот эти вот легкие вещи они выйдут сейчас копейки гривен 40 где-то в 1 евро смотрите сколько комбинезонов это до четверга здесь будет еще вот это вот вся распродажа длится и вы можете успеть что-нибудь красивенькая девчата купить кстати не переключайтесь после этого видео мы пойдем вместе очень очень весело и увлекательно гулять вот вам понравится я в этом уверена такая будет у вас онлайн прогулочка вместе со мной вы смотрите вот такие вот были в моде такие вот разлетайские штаны вот это кстати все вот это все детская одежда они это не детская одежда это вот детская одежда по моему а вот это блузки тут есть еще где разогнаться ну что такое платье интересно кстати вот эта ткань это мне кажется все таки не очень дешево это как бархат на сетке такой знаете велюр какой-то на сетке очень даже интересное платье но подкладка синтетика знаете это только так одетесь и какое-то торжество и пойти куда-то 10 размер искрите их тут два подвесили вот такой вот блескучий труб трусики сшитые стопиком такие вот для очень худенькой стройненькой длинноногой девушки видят все платья вечерний прямо рядом их видите рядом они все находятся вот тоже нарядные платья тоже трусики с топиком сшитые жилеточка неплохая легкая есть еще что выбрать хотя уже неделю вот этот завоз продается вот кстати модная платья там дырка где-то вот вот такого плана я видела в магазинах дорогих платье из кружева ой смотрите марабу марабу ривер айланд видите как какое перья мы работаем спрошу натуральное перо чтобы вы понимали девчата здесь его она дождется распродажа его можно купить ради вот этих перышек если кто-то занимается брошками то можно что-нибудь красивенькое придумать потому что я видела такие вот брошки так и вот это тоже пайеточка и нарядных вообще много платьев что-то красивое зеленое цвет прям красивый вот что-то тоже красивое зеленое модный фасон цвет прям прям такой неоново-зелененький с горлышком тоже велюровое велюровое платье не как это правильно ткань называется вот такое вот я люблю кстати говоря стричка это интересная жилетка сзади она к это прозрачная а спереди она двубортная вот название бренда очень интересно сзади шифоновая спереди вот такая костюмная ткань очень очень интересная жилетка даже мне понравилась она я же понакупала себе кулотов всяких на весну можно к ним что-нибудь подобрать интересненько видите такой размер тут срезан так там людей много я сюда перейду посмотрю что тут есть из такого знаете домашнего много вот таких вот я кстати очень люблю такие чебурашки когда было холодно точнушка хорошая к рассветка нежная вообще классная ночнушка я не вижу чтоб она была затасканная честно говоря очень даже неплохая симпатичная на лето вообще и выйдет она сейчас скажу во сколько тут вот где-то ее уронили по шву видите ее нужно хорошо ваниши замочить и она будет как новенькая потому что тут я не вижу никаких пятен 26 гривен она выходит перехожу сюда потому что я туда и люди туда я сюда и люди сюда как-то так получается она не специально ну реально бывает такое вот что ты идешь и все идут осельское платье классная классная винтажная мне кажется платишь когда 44 размер под него можно запросто подобрать какой-то ремень тоненький будет это все дело очень красиво смотреться 44 размер мне кажется что это 44 не наш не эска а чуть-чуть побольше я по плечам это вижу я насчет него подумал платье неплохое даже карманчики есть такой тоже полиэстер шифон винтажный такой знаете он мне кажется нормальный не не aliexpress вот это прям такой вот вообще пластмассовый пластмассовый тот нормальный шифончик тоже сарафан симпатичный кто размера с очка будет хорошо сидеть и их красивенький будут так все я по-моему уже все обсмотрела перетрогала перещупала мне так кажется тут уже больше нечего искать пластмассовый платье плесеровано я там и все люди туда бегут сейчас я здесь постою тут тоже будет людей много я притягиваю магнитом хороших людей вот смотрите какой цвет красивый модный это пододеяльничек вот ткань недешевая такие вот ткани это дорогие ткани ткань грубая это штора из этой ткани можно что-то организовать и сообразить 132 гривны килограмм вес стоит и вот эту ткань можно запросто она здоровенная куда-то использовать если вам надо что-то какой-то что-то обшить даже стулья подушки на стулья очень даже неплохая вот она какая если вам такие подушки подойдут конечно по расцветке вот такую ткань можно купить здесь недорого видите ради ткани вот такие вот вот такие вот дела здесь можно брать и что-то что-то придумывать потому что вот это вот все дело она очень дорого стоит метр такой ткани может стоить и 500 гривен и и больше это все наволочки девчата кстати олечка привет шторочки вот тоже красивый такой цвет прованс вот шторочки какие цвет тоже барби классный ткань очень тоже качественную не какая-то легкая дешевая как сейчас пишут иногда ткани в их магазинах лен какой это лен синтетика синтетикой здесь можно найти прям классные шторы все цвет штора обалденно если у кого-то девочка нужны шторы в детскую то первых это blackout ну или как это называется когда они видно свет не попадает они вообще как новые не выгоревшие вот тут даже есть вес семьсот восемьдесят грамм 132 гривны килограмм это сегодня можно подождать они будут еще дешевле ответики шторы очень есть ткани вообще шикарные смотрите даже с этой с тесьмой можно включить фантазию нашить себе если кто-то умеет шить можно всю квартиру себе постепенно облагородить недорого вот эта штора выйдет меньше чем 100 гривен меньше вот тоже ткань тяжелая хорошая смотрите какая классная она как мишка фи мешковина чуть-чуть я не знаю это штора тоже штора которая закрывает свет видите двойная она и вот такая вот она грубая как мешковина что-то она мне напоминает все обалденно а вот такое вообще первый раз вижу это шторы вообще ткань как шерсть как плед они на люверсах вот это очень дорогая мне кажется штора здесь ее покупать магазине где-нибудь сейчас мы глянем еще она сделана полиэстер полиэстер катон ну вот видите она как плед и кстати из нее можно запросто сделать какой-нибудь плед на диван или покрывала убрать люверс перестрочить это все дело смотрите и будет вам счастье как говорят у нас одессе так что тут еще есть вот тоже такая тоже ткань интересная классно тоже тяжело вот эти все ткани которые вам показываю не показываю легкие я показываю тяжелые ткани объемные с какими-то объемными элементами это не дешевые ткани это дорогие ткани мне кажется что это еще и натуральная какая-то вот шторы ширина 2 10 на метр сорок длина вес полтора килограмма вот одна а что тут это откуда-то не знаю затесалась и все можно прийти она на ленте очень-очень неплохая штора их тут две комплект если она полтора килограмма весит то это сколько получается умножьте на 130 гривен полтора килограмма 200 гривен одна она выходит 5 евро можно купить себе комплект они правда идут не длинные но вот такая вот в европе у них история они не закрывают сильно батареи мне так рассказали еще видите сколько штор уже распродажа штор море олечка вам привет вот специально вспомнила и залезла в шторы потому что в этом сан-бритис и штор практически нету уже не знаю почему они их не завозят мой канал очка красивая прям красивая надышалась пылью чихаю хожу это все детская это все верхняя уже показывала там верхнюю одежду прошлого видео может не все я вам показала не знаю вот видите пуховики никому сейчас они не нужны потому что все хотят уже вот пальто до сих пор мне говорили вот оно это пальто висит классное пальто у меня просто есть подобное не хочу набирать а это шо за кружочки шарики кофточка какая-то я не буду повторяться показывать опять верхнюю одежду потому что нет смысла быстро покажу что осталось из обуви позапрошлое видео позапозапрошлое это вот обувь видя в копейки выйдут вообще какие-то потульки 505 и 1240 стоит этот эксклюзив вот это вот черным магнитом 505 гривен килограмм вот этот выйдет вообще девочки 100 гривен наверно вот такие вот маленькие топотулечки боже мой таш мы такие вот рождаемся девочки вот с такими вот лапками с такими вот лапками маленькими медвежонок а потом вырастаем не все остаются людьми рождаются все людьми но не все ими остаются так это вот обувь я в каком-то видео уже показывала тоже пару видео назад смарт-стор посмотрите увидите всю эту обувь вот это вот я показываю целом остатки на распродаже тоже остатки сумок игрушки есть кто это собак такой подушка собак у нас сегодня видите уютное видео много много про шторы много про игрушки вот тоже надо потому что покупать текстиль домашний то очень дорого дорогие сейчас шторы готовы и ткани дорогие он ведь медведь секретом сумочек уже практически нету я так уже тут копаюсь копаюсь потому что я прошлый раз не смотрела вообще тут ничего сумки вообще не смотря ну прийтишь надо на сумке идти в завоз потому что потом не факт что что-то будет вот неплохая сумка в принципе ее можно протереть она как тоже знаете как велюровая этот как ткань какая-то что ли протереть может быть даже ее можно и оживить вот ее имя и отчество вот вот тут вот сейчас я посмотрю вот это все делает стегивается если даже очень надо можно ради фурнитуры купить ведь у кого серый кстати ручки по моему кожаные мне потому что они в нормальном состоянии все больше такого ничего особенного как говорил ося все украдено до нас как говорил ося киси девчата обращайте внимание на вот такие вот сумки они дорогие вот эти вот сумки челночниц челноковина челночниц потому что у меня мама когда-то ездила три раза в польшу когда 90-е года были и на людей кто не в курсе делал которые занимались продажей туда-сюда везли отсюда какие-то конфеты какие-то сигареты в румынию в польшу а там купали кроссовки или что-нибудь еще это если для себя а некоторые занимались полноценным бизнесом челноками были моя мама не ну не в состоянии было прям бедно чистая пару раз ездила ради того чтобы нас с сестрой одеть и вот сумки челноков помните вот эти в клеточку они до сих пор продаются и они стоят между прочим не недешево я к чему все это рассказывала к тому что ухты к тому что вот такие вот сумки покупайте девчата они очень даже в хозяйстве нужны и стоит вот такое счастье на базаре какая-нибудь такая вот тряпочная сумка гривен 120 какой-то видите страшный хендмейт кто-то при пришел сюда вот такую выровочку выровочку так панда идти не мешайся вместе с медведем вот это кстати к шторам вот эти вот штучки там по моему я видела вот эту штору вот к этой вот к этой вот штукенции там есть это штора фиарели я кстати ношу щас сумку фиарели банана мне которую я купила вот она я с удовольствием ношу кто меня смотрит помнит это дело когда ее покупала так все больше тут помогут это интересная сумочка сейчас такие сумки девчата носят вместе с пальто понимаете шерстяными очень даже в моде бамбуковые ручки пусть вот она статика она интересна классная сумка летом то что надо cotton production production видите как классная все пойдем зависим чтобы вы понимали сколько это выйдет в копейке с моим пойдем и зависим эту сумочку и знаем 41 гривен 1 евро 1 евро 41 гривен на это там как-то так так все а я буду заканчивать потому что уже тут принципе я пересмотрела в этот завоз все все что можно было пересмотреть я уже тут была и на обуви смотрите мои прошлые видео девчата кстати вот тут вот что-то насыпано это можно греть мне кажется и выгреваться вот тоже к шторам вот эти аксессуарчики ткани они же комплектами эти шторы продаются вместе со всеми зацепочками петелечками и всеми остальными делами тоже хороший пакет эти вот пакет особенно если кто-то что-то где-то хранит они нужны все обувь девчата обязательно ставьте лайкусики смотрит 4000 человек лайкусики ставят всего 300 не будет очень приятно буду очень благодарна вашим лайкам и хотите напишите комментарий хотя бы смайлика ставьте вот кого и желание становитесь спонсорами до сих пор эти босоножки тут есть кожаные между прочим ждут свою хозяйку вот поэтому становитесь спонсорами канала если есть желание есть есть возможности самое главное становитесь этими как сказать моими дарителями кофе через закрепленный комментарий там есть как можно задонатить блогерши на кофе поэтому девчата всем спасибо всем пока и не переключайтесь сейчас будет очень классная веселая прогулка поднимающая вам мне и вам настроение все тем темно долго не прощаемся отражение видите сверху над аркой такая вот красота я вам все покажу детально я люблю детали детали это наше все видите в основных цветы классно придумали вообще супер мы не часто зимой приезжаем в аркадий поэтому я вам буду показывать вот она я вароковая ошибка показывать буду все детальника он я снимаю меня снимают видите все погнали ресторанчики какая красота смотрите все это вот такое вот красивое внутрь я не захожу но тут и снаружи сотрите какое кресло симпатичное как все просто в эти ящики бочка и не шикарный стул бар стойка на колесиках а что-то у них аж туда заходит она елки зеленые палки модные дети на самокатике и ветроганище дует жутки я читаю задница какая-то слушай я думала что там написано написано за границей а я читаю там под одним ракурсом оно задница кажется что мой любимый фонтанчик я его просто обожаю вот эта интерактивная какая-то качелька там она как-то там должна светиться у нас на греческой тоже было или такими поснимали уже я не знаю что с ней должны были делать как она должна там катать но она как-то там катать должно и светиться наверное и извинеть и играть не знаю вот так вот выглядит этот бассейн зимой потому что летом девочки показываю запоминайте кучу металла брухту дорогого а летом это все голубая гладь и вот эти белые шары светятся очень-очень красиво делегация гоняет на деревьях уже он распускаются листочки видите как красиво все все земля оживает вот такая вот интересно видите пушистая какая-то хвоя я не знаю что это за растение но вот она вот такой вот не они колючая все-таки елка но на к это видите ли она и какой-то идет ниспадающий ниспадающая ли она вот такая вот красота можно увидеть снизу все не видно вот этот вот замок этот ресторан по моему какой-то то ли армянский я не знаю девочки там не было поэтому не буду утверждать вот эти пластмассовые конфеты или что это хотел изобразить как этот не скульптор а архитектор минтисабаль ну вот такие вот пластмассовые инсталляции назовем их так и красивая клумба я даже не поняла сразу название этого ресторана я читаю суши бочи а мне тут уточнили что я читаю неправильно девочки как-то так знаете в гранулах я его кушала видите сейчас она не работает вот эти пустое а вообще она вкусная я брала вот такие вот баблгам я обожаю если покупать вот это вот химическое как я называю мороженое то я вот обожаю баблгам вот этот вкус вкус жувачки чурас кава какая-то кава цей любовь пончики можно купить закрыта почему-то не знаю почему закрыта но я вот покажу вам цены евро стоит 42 гривне вот магазине название магазинов булочки ну мэри берри все знают мы уже там были я снимала внутри мэри берри показывала вам аквапарк мы там были у меня есть видео тоже из аквапарка вот он выглядывает аквапарк гавайи и рядом всякие разные заведения все как-то хотят вычурно выделиться поэтому все вот так ярко сейчас еще холодно поэтому витеку ветра ганища раздувает это вот все дело поснимали зонтики потому что невозможно дует невозможно сегодня можно просек ожахнуть если есть желание вот вам пожалуйста итальянская кухня горбушка только астрономический бар итали пицца какая-то тут или что-то я не знаю что красивые такие венецианском стиле столики чихают что-то я хожу лианка видите какая вот она в нашей местности произрастает рядом с ней сосна сосна с иголочками видите как она произрастает красиво лианка а вон облака как быстро смотрите вот я замерла на будет вам видно насколько быстро они двигаются из-за ветра очень быстро ветра ганища и облака прямо летят над головой телянки лянки лянка растет блин так ветер где одеваю капюшон это же сегодня не наряжалась потому что холодно лакши вот цены девочки эти цены качка по-покински 170 грамм отрежут кусочек чин-чин японское меню видите на 42 делите узнаете сколько в евро или на 39 узнаете сколько в долларах стоит это будет чин-чин тут даже есть одежда бутик май стайл взглянем что тут в май стайле нам предлагают сумочку за 1250 грин вот такую вот симпатичную симпатичную цену не вижу на валентина ну вот так вот нас в таком кэжел стиле хотят нарядить бив сен-лоран красиво смотрится белый с голубым чему не смотреться конечно красиво кто-то собачку кормил везде везде кто-то где-то ходит везде своя красота цветы на голове но тут отсвечивает спортивные костюмы юбочки не забудет вам видно или нет но так вот он молодежь красивая фигуристая гуляют и тут пошли магазины с одеждой леопардовая юбка так мы были тут в этом комнате страха однажды мы там уже были мы там уже боялись уже однажды было дело комнате страха мы побывали уже с меня хватит а вот я люблю морозово классный тоже тут кафешка очень вкусное мороженое можно купить в комнате страха там реально страшно девочки малый мой любит виртуальную реальность очень кстати сама у меня есть видео где тоже виртуальной реальности дело очки и тоже вот вот аквапарк аквапарк зимой показываю вам можно зайти даже сюда можно меня ж никто ругать не будет смотрите дерево закрыли чтобы не замерзнуть аквапарк кому интересно вот он аквапарк вот это по этой речке мы плавали они она они это не речка это вот горку от речка вот 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 речка вот это вот речка и ты по кругу вот так вот вы видите она дальше протекает под таким течением ты плывешь по всему аквапарку так вот по кругу тебя толкает эта речка и ты плаваешь вот так вот выглядит аквапарк зимой никого нету летом тут будет куча народу мы когда приезжаем идем начале в детский детскую часть аквапарка там мелко и потом начинаем лазить по всем этим бассейнам вот так что мы тут были горок я уже боюсь раньше не боялась с уже горок боюсь вот так вот выглядит аквапарк здесь можно постоять если ты не посетитель аквапаркой полюбоваться на тех кто в аквапарке сидит вон небо видите какое облака двигаются быстро-быстро витроган сегодня серьезный ведь вечно зеленые пушистые растения их драценами называю такие они уже такие яркие солнышко на них светит и они ожившие а тут какой-то был фонтанчики чтобы он не замерз его закрыли кстати в аквапарке есть лифты если ты покупать были по крайней мере не знаю как сейчас если покупаешь билет то можно на лифте кататься видите обрывы это вот все обрывы народ гуляет чем показать вот это чудовище выглядывающие из-за шторочки не такие страшилища кошмар не реально страшные я не знаю такую фантазию нужно иметь чтобы их вот такими вот страшную чими придумать ужас ты получается заходишь туда и туда и туда и а выходишь оттуда и проходишь там такой лабиринтик ужас и там и его чудо вот и наконец-то выходишь думаешь боже слава богу я заика не остался и вот на вот этой вот мы катались штучки в лунопарке правда не в аркаде в лунопарке нашим катались очень веселая штука на первый раз пережить ее она очень быстро просто катается по кругу а потом она начинает нравиться сразу не очень а потом нравится и что такое вот тоже любит эти еще и черная тряпка это вообще уже кошмар видите деревья цветут уже почечки распускаются эти как деревья все считает ветром очень сильный очень сильный ветер алоха написано в аквапарке кукуруза закрыта это все летом пооткрывается может быть не лето может раньше ну вот так вот бобобар можно купить тоже тут мороженое игрушки видите возле аквапарка скопления детских магазинчиков смотрите кролики такими шарфиками вышиванками это по-моему какой-то хэндмейд если я не ошибаюсь это вязаная крючком игрушка шапочки это кто-то и готовые игрушки продает и вручную связанные бижутерия шапунчики это для туристов вот видите девчата подарочек если кто-то хочет себе сделать у кого денежки хватает то можно сделать подарочек очередная кафешка кофейничка моде тут такие стульчики как видите и столики с не камень такой пластмасска или камень не знаю как все это выглядит красиво тоже магазин одежды можно купить себе что-то все ибица ибица ветру можно даже очки приобрести девчата есть вход в аквапарк здесь покупаешь билеты а вон даже написали что-то они не то написали это летний какой-то этот температура яка была в бассейне я так поняла в июне в августе месяце видишь поветри было в августе месяце когда наверное или в сентябре когда закрывали аквапарк 27 градусов а это наверное какая-то температура воды в бассейнах была яка бачите джекуси 22 вот я вам покажу вот такая была температура воды в бассейнах а тут кассы ну вот вартисть абонементів они сняли летних покажу вам зимнюю ибицу зимнюю весеннюю вот вход там у них мерч еще продается мерч это всякие ибецные футболки кепки и т.д. и т.п. видите так вот выглядит ибица я честно скажу я здесь не разу не было потому что я не этот ой какая волна на море красиво мы подойдем сейчас к морю потому что я ну не клубешная дама все я уже свои клубные походы оставила в прошлом мне хочется уже знаете отдых all inclusive чтобы меня кушатки не готовить чтобы лежать и загорать и побольше читать и спать закрытый ресторан южная пальмира красивое здание глинтвейн смотрите вот итака знаменитый знаменитая не знаю клуб пляжный видите что творится а сзади меня кстати стыд сава липкин ресторатор наш одесский стоял что-то в телефоне ковырялся но мне неудобно снимать человека прям в лицо знаете кстати снимать видите какой ветер сегодня ужасный ужас вот такая вот волна чтоб вы понимали вот итака видите вон сава липкин с какой-то дама идет не буду лицо снимать сзади сниму от коричневой куртки видите вот итака сейчас еще все конечно это дело не работает ну вот так вот welcome to itaco там наверное написано да бордовые сверху тоже ткани вон колонны какие там колонны итаковские вот так вот и какой-то страшный страшный вход ну в смысле он такой специально сделан так в римском стиле украинское для своих украинское какие волны красивые накатывают очень красиво там бассейны были летом редлайн да по-моему называются не помню такая вот красивейшая волна идем наши коты греются на солнышке рядом с мясом с костями с голубями вот итака стена итаковская итака и тута и и и и как это еще можно сказать здесь и тута остановки не существуют вон та волна красивейшая сегодня малые вон сидят кушают на солнышке греются очень красивое море но мы на этот пляж летом не ходим мы сюда ходим весной посидеть вот там вот на деревянных этих как они называются парапетах да уже там все сидят когда холодно еще весной купаться нельзя все сидят там что-то жуют и морем любуются а море красивое сегодня волны такие накатистые очень красиво иду к водичке спущусь куда подальше пойду вон как чайка видите на ветру не может удержаться ее ветер несет попрыгала чуть-чуть все равно немножко видите как чайка ветер на нее прямо напротив ветра летит ветер очень сильный и и и и и и и и и в и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Пока Чебураху не снесли Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok